Кировчанам вот-вот придут письма счастья, а ГИБДД составили рейтинг самых опасных пешеходных переходов. Подробности далее, эфир продолжает рубрика короткой строкой. Середина сентября. Кировчане начнут получать уведомления об уплате налога. В этом году квитанции будут едиными, в них будут внесены суммы сразу по трем налогам. На землю, на недвижимость и транспортный налог. Заплатить налоги нужно будет до 1 декабря. В ГИБДД назвали самые аварийные пешеходные переходы Кирова. Таких насчитали 16. На некоторых участках за последний год произошло 4 ДТП с пострадавшими. Чаще всего аварии происходили в дневное время с 12 до 6 вечера. К чему приведет такой мониторинг ГИБДД, пока непонятно. За последние 12 месяцев из-за нарушений водителями правил проезда на зебрах погибли 10 человек. В Кирове открылась еще одна поликлиника по принципу «бережливая». На этот раз ремонт дождалась детская больница на Волково. Она обслуживает 17,5 тысяч детей. Кроме ремонта фасада и кабинетов, поликлиники сделали новую зону отдыха и комнату кормления детей. В пятницу 8 сентября в библиотеке Герцена откроется первый в городе бесплатный книгообменник. Он будет работать ежедневно по принципу публичной библиотеки. В точке обмена любой читатель может оставить прочитанную книгу и взять другую. Этой осенью в Кирове и районах области обещают открыть еще 10 книгообменников. Продолжение следует...